Приветичи, это FastFood Simulator и мы продолжаем. В прошлой серии я наконец-то нанял себе крутого продажника. Вот он стоит у нас в ларьке-марьке. И сейчас у нас сколько времени вообще? 7.29, отлично. Нам нужно весь продукт плохой убрать. Все, что стоит вот тут, ну все, что лежит на прилавке, этим наш вот этот пассажир не торгует. Ему нужно лично в карман все запихивать, чтобы он этим торговал. Соответственно, вот эти вот все пончики, все-все-все, это все пропало. Врываемся в магазин и сметаем полки. Все, что можем купить на 200 долларов, мы покупаем. Значит, 15 вот таких конфеток, круассанов. Тоже возьмем, наверное, 15, пусть будет 15 круассанов. Потом, 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 потом. Стаканчики, конечно же, стаканчики. Покупаем. Две упаковки. Ага, сохер. Инвентарь полный. Эх, черт, подери. Ладно, бежим разгружаться. Значит, держи. Вот тебе шоколад, пожалуйста. Вот у него список открывается, что у него есть. Что мы ему дали? Значит, по воде... Ээээ, список мне нужен. Мне нужен список. Что у него? Крылсан, молоко, вода есть. Молоко есть, пончики есть. А, кофе. Надо кофе. А то, мало ли, вдруг закончится. кончится. Впихаем ему и стаканчики еще. Все, стаканчиков у него просто полно, полно. И вот эти стаканчики тоже сюда запихиваем. И вот это тоже. Мужик в виде склада у нас работает. Значит, пончики. Поскольку ты их не можешь продавать, значит, их нужно выкинуть вот в мусор. А, подожди, бомжу отдадим. Давай бомжа откормим. На, держи. Так, пончики он не хочет брать. Значит, выкидываем в мусорку, потому что они пропадут. Мы видим срок годности ровно половина у них уже прошла, и через половину они сгниют нафиг. И продавать их уже нельзя. Ух ты, мадам, это что? Что за костюм такой? Похоже на монахиню какую-то из Доктора Стрэнджа, только они лысые. Ох, бомжа, сколько пончиков тебя ждет, я просто не представляю. Я думаю, что пора открыть наш ларек. Так, половину пончиков мы выкинем, половину пончиков мы соответственно отдаем бомжатинке. Предложишь. Короче, пончики я раскидал здесь по полу, позже голубы склюют. Голубям тоже надо кушать. Ну и черепчики эти, как и воробушки, вот. Собственно, все, все убрал с прилавка. Бежим, срочно в магазин. Нужно купить шоколад и кофе. Директор фастфуд ларька бегает в магазин. Нет бы своего подопечного запрячь, да? Но нет, все сами. Значит, шоколада. Покупаем 30 штук. Кофе. Конечно же, кофе. Две упаковки возьмем. Молока на всякий случай. Вот так вот. И воды еще тоже на всякий случай. Вот, дружок, держи шоколадье. 30 шоколадок тебе в огромном количестве. Вот тебе кофе. И вот тебе молоко на всякий пожарный. Так, вроде бы все потребности этого ларька мы закрыли. Он пусть кайт торгует. Можно, правда, и ценник уже пустить. Давай ценник немножечко попустим. 4,5. За шоколадку 3 доллара. Нет, 3,25. Все, ценник немножечко снизил. Сделал я это для того, чтобы продукт не продавал. Чтоб не пропадал. Не продавался. Наоборот, мне нужно, чтобы он продавался как можно быстрее. Иначе он пропадет, и я с этого ничего не поимею. А я бегу в свою хот-догашную. Короче, в комментариях мне написали, что, скорее всего, грильную вот эту штуку, которая булки греет, нужно закрывать. Ну и, соответственно, вот эту вот тоже, которая сосиски подогревает, ее нужно включать. Тут вот есть вентильки. Да, то есть они включаются. А в прошлый раз я продавал сосиски и хот-доги вообще сырыми. Боже мой. Надеюсь, ни у кого диареи не было после моих хот-догов. Сырые булки с сосисками продавать. А вот это, соответственно, вот так вот закрывается. И греет булки. Ага, все хорошо. Горчицу надо выставить. У нее, интересно, есть срок годности? Да, у нее тоже имеется срок годности. Понятно. Так, у булок что? У булок уже срок подходит. Значит, все, надо открываться и продаваться. Продаваться, как мы же скорее-скорее. Опин. Мы открыты. Значит, булки сюда закидываем. Закрываем. Интересно, а как узнать, когда булки приготовятся? Непонятно. Сосиски что? О, пальчики. У меня, походу, сосиски закончились. Пропали. Надо бежать в магазин. Срочно бежать. Что у меня тут с булками? С булками все огонь. Они сготовились. А я побежал в магазин с осисиндросами. Я прибыл, я прибыл, я прибыл. Я прибыл. Сосисочки. У меня почему-то несколько упаковок. Так. Эт, стопэ. Значит, берем. Выкладываем. Выкладываем. Скорее, 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 скорее. Включаем. Так, ладно. Одну сырую сосиску сделаем. Пофиг. На, держи. Я все равно за это бабки получу. В прошлый же раз и получал из сырых хот-доги бабки. Правильно? Почему бы и сейчас не получить? Можно вообще даже не включать, не париться. Все это оборудование и так продать. О, нифига себе. Смотри, ему нужно с кетчупом, с горчицей, с мазиком. Ничего себе ты что захотел, дружище. Ладно. Вот это все выставляем сюда. Так, это не падаем. Значит, сосисочки пока крутятся, вертятся. Ладно. Делаем сырой хот-дог опять. Вот так. И горчичечки. Черт, все валится из рук. Держите, пожалуйста. Кушайте на здоровье. Главное, не продрещитесь, пожалуйста. Вот. Сосиски. Смотри, как сосиски подрумянились-то, а. Значит, делаем булки. Мы сейчас запас намутим. Включаем. Но я так и не понял, как определить готовность булок. Ничего не пищит. Вот эта штука грильная сама не открывается. Так что я даже без понять. Нам нужно вот эти сосисочки вот здесь вот выложить и поставить новые. Изготовить. Вот так вот. Вот. Первая упаковочка у нас закончилась. Значит, что у меня здесь у меня... О, тут уже сготовилось. Значит, вот вам. Дама, вам повезло. У меня нормальный первый хот-дог. Жареный, готовенький, горяченький. Пожалуйста. Ну вот, скажи мне, пожалуйста, зачем тебе пресс-гриль? На кой черт он тебе нужен здесь, а? У тебя и так здесь все шикарно. Ты все равно хот-доги не можешь продавать? Или я что-то не знаю? Давай посмотрим. Нет, он хот-доги не может продавать. Вообще без понятий. Только с пола док-хот может продавать хот-доги. Ладно, короче, давай-ка поспим. Сейчас домой забежим. На мой крутой диванчик прыгнем. Мы получили 113 долларов минус 15 долларов. Это, видимо, за работу рабочего. А 115 это прибыль с нашего ларька. Наконец-то она потихонечку капает. Мы сейчас бежим в магаз. Нам нужно купить еще сосисок. Но пресс-гриль-то мы не купим, потому что денег маловато. Сосиски, сосисички. Мои сосисички. И воду, 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 воду. Вот так вот. Все, побежали. Открываем теперь магазинчик. У тебя open. Работай давай. В общем, у меня созрел коварный план. Мы ту точку открыли. Сейчас еще немножечко бабла поднимем. И я предлагаю поднять той точке комфорт. Короче, у нас, видите, комфорт страдает. Нужно купить стулья и столы. Туда их поставить. Ну, скажем, два стола и восемь стульев, например. Ну, ладно, четыре стулья. А то я что-то расщедрился. И комфорт повысится. Что у меня тут за бардак? Вообще непонятно. А, сосиски у меня есть, да? Ладно, значит, сосиски запрягаем и греем. Так, кто-то там в ладоши хлопает. У меня тут еще где-то праздник? Или что? Во, смотри, у них вон как устроено. Может тоже так же сделать? Просто столы поставить, а стулья не ставить. Сэкономить на стульях. Ладненько, включаем, короче, наш гриль и пресс-гриль. Давай, работай. Опа. Бабки тут лежатся вчера. Никто даже не стырил. Фух, хорошо. А то б я попал на четырнадцать долларов бы. Сосиски изготовились. Значит и, да, и булки тоже изготовились. Отлично. Вырубаем. И давай их пихать сюда. Вот так вот. Мы, кстати, не открылись же, по-моему, да? Open, open мы. Заходите, милые товарищи. И надо, наверное, уменьшить хот-доги по стоимости, чтобы они подешевле были, чтобы их больше брали. Семь и пять. Ну, может семя... О, да, семерочку. Семь долларов за хот-дог. Сегодня скидочка. Подходите покупать. Почему там вот народу больше, чем у меня? Почему здесь очень быстро? А, потому что это шаурмечная. Это шаур... Вот это понятно. Блин, надо свою шауху открывать. И тут тоже шауху. Конкурентов офигеть как много. Конечно, когда тут шауха, кто захочет мои хот-доги. Мадам, вы хотите? Да, мадам пришла за хот-доги. За моими горячими сосисочками. Значит, кетчуп, пожалуйста, и майонез, да? Точно майонез? Вроде белый. Белый. Значит, майонез. Держите. Что у меня с булком? Булки! Булки пропадают. Мне нужно больше булок. Так, это вытаскиваем. Готовим булки. Булки, булки, булки. Блин. Вот это... Напокупал, короче, огромное количество булок, и они все пропадают. Это обидно. Очень обидно. Прикинь, ты это видел? У меня только что сгорели булки. Хотя, когда я открыл пресс-гриль, они еще были нормальные. Ладно, а я смогу? В смысле? У меня все пропало, ты прикинь. И сосиски пропали, и булки пропали. А это говорит о том, что и в упаковке все пропали. Нет, в упаковке все. Огонь. Так, понятно. Лучше пресс-гриль не передерживать. Мадам, ну что вы, не печальте. Сейчас я вам сделаю хот-дог. Отличный. Вот эти сосиски тоже надо убирать, они все пропали. Благо, у меня есть еще одна упаковка. Последняя. Держите. Да, она счастлива и уходит. Черт подери, вот это все сейчас выкидываю. Все, все пропало. Все выкидывать нужно. Надо, короче, потратить баблишечка на холодильник, потому что без него это жесть. Как все быстро пропадает. Сейчас сосиски сгорят. А ему же тоже пофиг, наверное. Не, хотя сосиски нормально. Сосиски нормально. Блин, а, ладно, если я, да, хоть это все и пропало у меня, но я все равно могу этим торговать. Каким-то чудом. Ладно, попробуем. Значит, вот тебе. Берем кэкчуп и горчицу. Блин, ну пропавший продукт. Это, конечно, жестко. Еще и не приготовлен. А, кстати, что если? Черт. Черт, я хотел его обратно запихать и прикрыть, чтобы он хотя бы немножечко поджарился, но не получилось. Ладно, так ушел клиент. Все равно он доволен. Берем сосиску, кидаем, закрываем. Ха, смотри, что происходит. Ходок сверху. Мадам, извините, но у меня, у меня кончились сосиски. У меня вообще все пропало. Все придется выкидывать. И вообще, мы знаете, мы закрыты. Вот. Черт. С этими просрочками это какая-то катастрофа. Ладно, пойду, короче, стулья покупать и столы. Во мой другой ларек, который более успешен, чем хот-доги. Как у тебя тут дела, дружок? Голуби так и не приезжали, да, чтобы тебе тут убраться? Склевать это все. Ладно, я сам тут все подберу. Так, хавай. Ты, оказывается, неплохой парень. Бежим, скорее сюда. Посмотрим, смогу ли я купить стулья. Хотя бы стулья, столы, 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 столы. Сколько у нас тут? 30 долларов. Ладно. Еще один столик, или может быть круглый. Этот 40. А это сколько? Этот 60. Блин, что такое грабеж-то? А это что? Полка для товара. О, кстати, интересная мысль. Ладно, значит, что купить? Табуретку или 10 долларов? Или стол? Ладно, берем, короче, стол. Один стол и стул. А так, все, денег нет. Блин, 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 забыл. Булки для хот-дога купить. Булки для хот-дога. Хватит денег. Две упаковки. Все нормально. Черт, еще забыл холодильник посмотреть. Нужен холодильник. Он же тут где-то продается, он же должен продаваться. По-любому. Вот он, вот он, вот он, вот холодильник. Да вы, че, 400 долларов. Где, где это видно было? Где видно было, чтобы за 400 долларов можно было холодильник купить? Офигеть. А еще, а еще, мы сейчас будем здесь сделать комфорт тейбл. Значит, вот у нас тейбл. Он встает вот сюда. Опа, и стульчик мы еще. Значит, вот тут вот у нас будут стулья стоять, потому что здесь комфортное место, VIP-место, даже можно назвать. Тут все сидят, а здесь стоят. Че, вроде бы нормально. Че, по комфорту у нас тут возрастает комфорт? О, уже две звездочки, а не одна с половиной. Это неплохо, это неплохо. Ну что, как у нас тут дела? Добрый вечер, добрый день. А, надо open сделать. Open. Мы открыты, мы снова открыты. Заходите, покупайте. Теперь надо только закрыть. Вот так вот, чтобы никто сзади не вломился. Значит, сосисочки, сосиндросики. Вот так вот выкладываем их. Вот. И упаковка. Можно вот тут вот на пол разместить. Ой. Что-то как-то странно на пол размещается. Все это жарим. Жарим, колбасим, сосиски тоже жарим. Фух. Сколько дел-то я переделал за сегодня? Ужас. Добрый вечер, полицейский. Значит, надо ему сготовить нормальный ходок, потому что, если что, он меня может повязать. А, это дама вообще. Это мод мазель. Ну что, думаешь, булки сготовились, нет? Давай посмотрим. Да, булки сготовились, сосиски тоже сготовились. Вырубаем. Опа. Значит, все заливаем. Полицейская хочет совсем, чтобы во рту было тысяча вкусов. Пожалуйста. Добрый. И вы тоже хотите, да, с кетчупом и с горчицей? У меня как раз тут приготовлено. Уже ждет вас. Наверное, цену надо поднять. Или наоборот опустить, потому что там конкуренция, там до сих пор, смотри, народ стоит. Ужас. Так, наверное, еще цену снизим, чтобы к нам побольше народ ходил. Давай вот сделаем 6. 6,5 нормально будет. 6,5 нормально. У меня, смотри, ко мне еще, может, не приходит, потому что сервис отстой. Комфорт одна звезда. Обалдеть. Какой комфорт? У меня тут даже посидеть-то негде. Что вы хотите? Блин, заболтался. Кто работать-то будет? Болтаю тут с тобой. Какой у вас пресс мощный, мадам. Видимо, вы с фитнеса идете. И с фитнеса идете, и ходок живете, да? Это знаете, сколько калорий. Вы сейчас обратно пойдете в фитнес бегать на своей беговой дорожечке. Ну все, день подошел к концу, выкладываю сосиски. Кстати, я понял, для чего нужна полка. Стеллаж, который я в магазине увидел, где стулья и столы. Вот сюда ее ставишь, эту полочку, и складываешь готовую продукцию в запеченные хот-доги. И когда клиент приходит, ты отсюда берешь с полки и отдаешь ему. Это очень удобно. А не то, что вот тут у меня выложено. Хотя, какой стеллаж? Вот так вот даже удобнее. На стол выложил, да и все. У меня тут все протерто, у меня же чисто, как я уже ранее говорил. Значит, рабочий день закончился, бежим спать. Эй, чудила, ты че тут работаешь? День закончен, иди спи. А, у тебя клиент тут сидит? Ну ладно. Кстати, на новом крутом стульчике сидит за 10 баксов. Надо будет сейчас проснуться, сбегать опять в магазин, докупить стулья и может быть еще чего-нибудь. Все, я дрыхнуть на своем диванчике. 185 долларов. О, неплохо. Очень недурно, я тебе хочу сказать. Итак, значит, покупаем еще один стол. Стол, стол, стол. и табуретки. Сколько нам надо? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну, пускай восемь будет запасом. Нормально. Эй, алло, доброе утро, ты че не работаешь? Включил бы сам пальчиком, тыкнул там, вон, переключатель, видишь, вон, красная кнопочка. Вкл-выкл. Надеюсь, ты сообразишь в следующий раз. Значит, улучшаем комфорт нашего крутого места. Стульчик сюда. Стульчик. О, нифига себе, как я его двигать могу, смотри. Ха-ха, прикол. Так, а ну-ка, иди на кассу, на кассу, говорю, иди. Ты должен у меня купить продукт. Офигеть, вот это баг. Я могу двигать NPC. Четко. Давай на кассу, на кассу иди. Вот, иди, покупай что-нибудь. Прикинь, реально встал, и что-то покупай там. Так, товарищи, вы тут сидите втроем? А че, если вы посидите здесь вчетвером? Или может быть и больше человек сюда вместе? На-на-на-на-на. Вроде все получается, все как надо. О, вчетвером сидят уже. И вот сюда. Тут тоже можно, в принципе, разместиться. Ты посмотри, сколько у меня тут клиентов. У меня тут прямо аншлаг. Это очень хорошо. О, все столы заняты. Че по комфорту у нас? Давай поглядим-ка. Комфорт, три звезды. Надо еще стол купить. Два стола, и стулья. Снабдить все стульями. Значит, у меня есть еще один стол. Он отправится в ходогашную. Пойдем скорее туда. Где будем размещать столик? Почему бы прямо вот здесь на прохожей части не разместить? Все будут идти мимо. И такие, о, тут можно присесть. Давай-ка присядем. Прям вот, вот так вот лучше. Вот. Теперь здесь стульчики сейчас поставим. Три стульчика у меня еще есть. Раз. Два. Вот. Три стульчика. Мы открыты. Пожалуйста, заходите. Чего у меня там? Ничего не пропало? Здесь пока по срок годности. Ок. Чего сосиски? О-о-о. Сосиски пропали. Хорош очень, что я купил еще две упаковки. Так, смотри. Стол поставил, клиенты сразу поперли. А-а. У меня тут уже парочку приготовлено. Соответственно, блин, а мне теперь туда же бегать надо. А-а-а. Как неудобняк. Как неудобняк. Ладно. Готовим сейчас. Сейчас, мадемуазель, подождите. Подождите. Ой-ой-ой. Ладно, пускай тут лежит. Мне нужно... Блин, народу-то сколько набежал. Подождите вы. Подождите. У меня даже сосисок столько не будет сейчас. Так, сосиска тут полежит. Значит, мужик, тебе просто хот-дог сосиской. На, держи. Значит, кетчуп и кетчуп. Блондинки, там вообще какой-то убер-крутой нужен. Ой, случайно уронил хот-дог. Убер-крутой хот-дог. Так, тебе, значит, с кетчупом. А какой с кетчупом, а какой нет? Как понять, а у меня же два с кетчупом было. Чего я затупил? Так, вот эту штуку надо закрыть. И вот, тебе я дал. Держи. Э, ребят, полегче. У меня кончились, кончились сосиски. Булки-то еще вроде есть. Так, а у меня вот здесь вот ничего не сгорело. Вроде нет. Так, придется сейчас за сосисками убежать. Блин, надо срочно покупать холодильник. Без него вообще жопа ручка. Капец, как сложно. Все, мы, мы, это, не работаем, ребят, больше. Мы не работаем. Заказы не принимаются. Сосисок нет. Простите. Короче, надо срочно перетаскивать стол назад. Убираем стол, значит. Вот, спасибо. Стулья тоже забираем. Но я не могу их забрать, пока не уйдут клиенты. Блин. Блин. Короче, стол надо перемещать вот сюда. Так удобнее будет. Намного бегать. Ну вот, так, мне кажется, будет намного удобнее и комфортнее мне обслуживать клиентов. А я побежал в магазин, чтобы купить шоколадок. Да, тут прям конкретный аншлаг. Несмотря на то, что тут нет ничего горячего. Но, я сюда притащил еще один столик. Сейчас мы его куда-нибудь воткнем. Например, вот здесь вот, пускай он будет. Вот так вот. Конечно же, стулья прикупил. Ну вот, смотри, какая поляна. Какая поляна. Комфорт. Что у нас по комфорту? О, четыре звезды. Еще чуть-чуть, и будет пять звезд. Значит, я тебе притащил шоколад, кстати. Надо посмотреть, что тебе еще нужно. Что тебе еще, помимо шоколада? Значит, газировка у нас окончается. Сахар в стиках осталось совсем чуть-чуть. По остальному пока вроде ок. Так, надо вопрос решить по персоналу. Блин, нафига я его убрал? Надо обратно поставить срочно. Походу, я убрал того чувака, и он ушел вместе со всеми продуктами, которые я в него напихал. А у меня всего пять долларов. Ну да, прикинь, этот пустой чувак. У него вообще ничего нет. Меня ограбили, ты прикинь. Я случайно нажал уволить чувака, и он ушел со всеми моими продуктами. Там, наверное, на 200 баксов. Если не больше. Ладно, пойдем попробуем поспать, и может быть, мы хотя бы выручку с этого получим. Я держу кулачки, скрестил пальчики. Обломись, я даже выручки не смог получить. Выручку тоже забрал тот чудик, которого я уволил случайно. Чувак, я тебя же случайно уволил. Ну, что я тебе могу сказать? Это потеря, я обосрался по полной. У меня ничего не осталось, слушай. Я даже, блин, я даже не купил сосиски себе, чтобы их продавать. Я даже не знаю, с чего сейчас начать. Я не могу просто взять и вот это вот продать. Капец, я банкрот, получается? Надо все по-новому, что ли, открывать? Что у меня есть? У меня тут только упаковка, стулья и стол. Как теперь выкручиваться, вообще не представляю. Так, ты уволен. Мне нечем тебе зарплату платить. Конкретный попадаст, ты уволен. Ну, что я тебе могу сказать? Я пошел садиться рядом с бомжом и бомжевать. Возможно, этот бомж тоже был каким-то предпринимателем по стрит-фуду, как и я. И в итоге он облажался так же, как и я. Буду с ним тут сидеть и бомжевать. Ну и привела аж нелегкая. И не говори. И не говори. В общем, на этом все. Если тебе понравилось, то ставь пальцы вверх под этим роликом, то есть лайки. И подписывайся, если ты еще не подписан, чтобы не просить следующего крутого ролика, на котором мы, собственно, и увидимся. до встречи. До встречи.